Курить или нет – выбор за каждым, но в этом выборы есть свой кост – жизнь. Сгубная привычка является очень часто причиной пожаров. Как попередить несчастные случаи по причине неосторожного обходования за огнем при курении, МНС проводит республиканскую акцию «Не пропаливай свое жизнь». Подробности в материале наших корреспондентов. Об тем, что курить дрянно, детям кажут самого детинства. Олеся Родзе может оказывать сгубное воздействие на детскую психику. А если побольше нема дорослых, то отбыться несчастья может на раз-два. Поэтому в первую очередь у поля зроку супрацовников МНС трапляют миновиты наученцы колледжев, которые живут особенно от батьков. Основная причина пожаров – это пожар по причине неосторожного обращения с огнем. И самое главное – по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Интернат – зона свободной от курения. Але наученцы любят сказать, что правила створены, чтобы их порушали. Где только цена у такого порушения может быть вельми великая – жить. Важно память об элементарных правилах эвакуации, кабнестатях фярой уласной недбайности. Если такая ситуация произошла, ну, тут, получается, надо проверить, закрыть окна, чтобы не распространялось оно дальше. Ну, если, конечно, не знаешь, что делать, тогда пользоваться приложением МЧС «Помощь». Ну и выходить, конечно же. Самое главное – себя спасти, а остальное – на потом. Курение у постели – основная причина пожара в Украине. Коли детям довели основные правила, варто звернуться и до дорослых. Супрационники МНС при встрече с прационными коллективами нагадывают, что кожному для беспеки потребно иметь автономный пожарный оповещальник. Боён – надейная оборона вашего дома. Отступайте 10 сантиметров от потолка. И вот та стена, где находится кровать. Вот на ту стену, 10 сантиметров потолка, и вешайте тогда вот так. Либо на потолок, либо на стену, но не на шкаф. Кабаха Питера сказать большей колькости людей об фатальных выниках неосторожного обыходжения за огнём, подчас курения супрационники МНС накировали сию пункты приёму другостной сировины. Имитация пожара будинка допомогла попрактиковаться местовым жихарам во умении користаться вогнетушителем. Огонь – это враг, я так считаю, всего и вся. Не только человека, но и животных, и всего имущества, которое имеется. Огонь съедает всё. Если вор пришёл, он унёс какие-то вещи. А огонь уничтожает всё подряд. За последние 10 месяцев у Гомельской области отбылось свыше 700 пожаров по причине неосторожного обыходжения с огнём, с яких 167 по вине курильщиков. 37 человек загинули. Особо уязвимая категория граждан – это люди, которые курят, курят в постели. Также не исключено, что в состоянии алкогольного пьянения. И все наши силы и ресурсы задействованы на изменение мировоззрения человека по культуре безопасности и жизнедельности. Акция «Не пропаливай своё житё» пройдёт в два этапа. Ротовальники закликают до разважливости и просят быть осторожными в своих деянях. Выход огню с подконтролю приводит не только до снищения майомости и жилья, а и часто становятся причиной гибели человека. Татьяна Пемненкова, Игорь Марищенко, Телерадоя, компания «Гомель».